Здравствуйте, уважаемые жители Ульяновской области и гости нашего региона. Мы продолжаем следить за непростой политической ситуацией на территории Димитровграда. Напомню, недавно суд принял решение о том, что назначение Павла Архипова главой города Димитровграда было незаконным и отменил все последующие кадровые назначения. Видимо, депутатов-коммунистов такое справедливое решение суда очень разозлило и обидело, и, возможно, поэтому они стали совершать очень странные действия, которые, на мой взгляд, сложно назвать грамотными, возвешенными и спокойными. Так, например, на днях несколько депутатов Димитровградской городской думы проголосовали за отзыв у губернатора Морозова звания почетного гражданина Димитровграда. Популярный телеграм-канал «Сосновый топор» зрит в корень и не без иронии пишет «Слава Богу, корень всех бед Димитровграда найден!» Кучка красных фриков, называющих себя депутатами Гордумы Димитровграда, приняли судьбоносное решение. Они проголосовали за, угадайте, за что, за отзыв у губернатора Морозова звания почетного гражданина Димитровграда. Победа, господа! Не зря за вас проголосовали. Теперь все точно будет лучше. Сперва поменяем таблички и отнимем звание, а уж потом будем заниматься городом. И правда, очень странное решение. Однако, против лишения губернатора Сергея Морозова звания почетного гражданина Димитровграда уже выступили депутаты Совета депутатов Третьего созыва Городской думы Димитровграда. Ведь именно они в свое время и принимали решение о присуждении главе региона данного звания. Хотелось бы отметить по поводу решения депутатов о так называемом снятии почетного гражданина города Димитровграда Мороза Сергея Ивановича. Я бы сказал следующее, что решение о принятии почетного гражданина Сергея Ивановича решало депутаты Третьего созыва, кем я являлся на тот период. И данное решение было принято и обосновано. Инициатором данного решения были граждане города Димитровграда, депутаты законодательного собрания, депутаты Российской думы. И когда решение принималось, депутаты единогласно приняли о том, чтобы Сергей Иванович Морозов стал почетным гражданином города Димитровграда. На то были основания. На самом деле, в тот период, когда Ульяновск, извиняюсь за выражение, просто сравниваю, был без воды, без отопления и без всего, город Димитровград на это время уже ни разу не был, ни перебыв, ни с водой, ни с холодной, ни с горячей. Решался вопрос по дорогам, решался вопрос по благоустройству. Я просто на опыте своего округа знаю, когда на улице Конной мы водобровод провели, расселили старое жилье, и это 2004 год. Какие сложности были? Ничего. И подходя на тот момент главе города, данный вопрос он решал. И мне было очень хорошо и комфортно работать на тот момент, на тот период с главой города. 4 марта депутаты пришли на встречу с главой городской думы Ерышевым, чтобы высказать свою оценку решения гордумы о лишении почетного звания губернатора Сергея Морозова. Однако встреча так и не состоялась. Ерышев не захотел принять депутатов, которые терпеливо ждали в приемной, пока закончится его встреча с ветеранами. Значит, прождали в приемной городской думы где-то больше часа. Значит, перед дверьми стояли, двери заблокировали депутаты. Нас не пропускали. У председателя городской думы в это время находились ветераны города, значит, тоже в поддержку Сергея Ивановича Морозова. Значит, председатель городской думы их принял, а нас не приняли. Но так как мы уважаем старших, мы решили еще ждать. Когда я начал говорить Александру Петровичу о том, что с Сергеем Ивановичем работал я с 95-го года, когда он еще был начальником управления, каких результатов достигал город именно в те 90-е годы, когда шел разгул преступности, и присветали заказные убийства, и то, что по городу, значит, можно было спокойно ходить, значит, обеспечивалась на полной мере охрана общественного порядка, на что Александр Петрович также со мной соглашался. И действительно, это было так. Далее, когда, значит, Сергей Иванович Морозов, будучи главой города, значит, также руководил городом, и о том, что за именно его руководство город достиг таких званий, как благоустроенный город России, культурная столица России, это все было сказано, значит, Александру Петровичу, и то, что депутаты 3-го созыва, Совета депутатов, а их было тогда в то время 25 человек, именно единогласно проголосовали тогда за Сергея Ивановича Морозова, о том, чтобы ему дать статус почетного гражданина города. На мой взгляд, налицо двойные стандарты. Ведь сами коммунисты всегда и везде ходят с камерой и общаются с людьми только под запись. Но вдруг, внезапно, у них же пропало все желание говорить в объектив, к чему бы это? Как минимум, такое поведение вызывает много вопросов, на которые очень хотелось бы получить ответы коммунистов. И если уж не в открытом диалоге с депутатами, то хотя бы в комментариях к этому видео. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.